Здравствуйте! Давайте начнем разбор заданий школьного этапа по технологии для 10-11 классов. Задание 6. В задании 6 нас про инновационную компанию, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Нам в рамках этого задания нужно оценить, какие из утверждений являются верными, какие нет. Давайте посмотрим на эти утверждения. Утверждение первое. Для верного принятия решений системы управления требуется обеспечить доступность информации правила Дорожного Движения – памяти системы. Верно. Если у нас не будет обеспечена доступность к правилам Дорожного Движения, то люди просто не будут знать, как ими пользоваться. Будет большой хаос на дорогах. Все верно. Поскольку передаваемая и хранимая информация общеизвестна, для нее не требуется обеспечивать конфиденциальность. Верно. Потому что данная информация общеизвестна. Если бы она была известна только определенному кругу лиц, тогда требовалось бы обеспечивать конденциальность. Третье утверждение. Находящиеся на улице пешеходы могут нарушать доступность информации от камер. Конечно, могут взять просто камеру, в камеру кинуть камень, и все, минус камера. Пятое. Целостность информации в системе не может быть нарушена, поскольку в системе отсутствуют пользователи. Да неверно. Сама система тоже может взять и перезаписать. Может в ней оставить какой-то вирус, который все перезапишет, и целостность информации будет нарушена. Задание 7. Здесь речь идет про компанию секретной технологии, и мы ответственны за обеспечение информационной безопасности. Незапно мы узнали о том, что у нас есть потенциальная киберугроза, и нам нужно из данных вариантов ответа выбрать тот, который следует предпринять для обнаружения киберугрозы. Давайте посмотрим внимательно. Первый вариант. Сканирование всех компьютеров в сети на наличие вредоносных программ. Допустим, мы просканируем все компьютеры в сети, а у нас киберугроза не в вирусах, то есть она не содержит вирусы. Что тогда делать? Непонятно. Второй вариант ответа. Отключение от интернета всей сети компании для предотвращения утечки данных. А если у нас уже как раз таки мы используем вирус, он уже в сети, точнее он уже на компьютере в локальной сети компании, и он путешествует по этой сети спокойно, без интернета. То, что мы отключили интернет, вирусу все равно он уже заразил систему. Третий вариант ответа. Мониторинг сетевой активности и поиск аномалий в поведении систем. Выглядит неплохо, но давайте посмотрим еще четвертый. Установка наиболее жесткой политики анализа сетевых пакетов на межсетевом экране. Межсетевой экран, так же как и, допустим, сканирование всех компьютеров в сети, не покрывает полностью все киберугрозы, которые существуют. Это не полный ответ, и потому оба этих ответа являются неверными. Остается методом исключения вариант 3. Задание 8. У нас наличие вот этой вот реализованной киберугрозы подтверждено. Что нам нужно делать дальше? Если мы попробуем заблокировать доступ к компьютерам, которые подверглись атаке, ну а толку, потому что вирус мог спокойно уже путешествовать по сети, а значит заразить другие компьютеры, которые мы не заблокировали. Это никак не поможет. Срочно уведомить руководство и соответствующие службы вне компании. Выглядит неплохо. Алло, мы должны уведомить руководство, чтобы так сказать, алло, здравствуйте, у нас тут такая вот ситуация, что нам делать? О, сделайте вот это и вот это, а еще вот это, а еще у нас есть целый план. Вы такие, хорошо, до свидания. Выглядит неплохо вариант. Давайте рассмотрим дальше. Третье, начать собирать информацию о масштабе атаки и методах ее осуществления. Начнем собирать информацию, у нас уже киберугроза реализовалась, нам уже нанесли ущерб, это нам никак не поможет для того, чтобы спасти систему. Нам спасать систему нужно, и только потом уже собирать информацию о масштабе атаках, методах осуществления, как ей противостоять, проводить постанализ. Но он происходит после того, как мы нивелировали угрозу. Последний вариант ответа — это запустить полное сканирование системы антивирусными средствами и средствами удружения вторжений. А если у нас киберугроза не связана с вирусами и вторжениями? Это нам никак не поможет. Ну и к тому же, если мы запустим, честно говоря, полное сканирование системы, то это займет очень много времени, а в первую очередь нужно все-таки останавливать атаку. Потому правильный ответ — второй вариант. Задание 9. Что следует предпринять после того, как атака была обнаружена и остановлена? А вот теперь, как раз таки, как я говорила ранее в задании 8, следует проводить анализ того, какой это инцидент, какая угроза, какие атаки, какими средствами это реализовано, как этому можно противостоять, какие у нас были уязвимости в системе, как с ними можно бороться. И это является правильным ответом. Задание 10. Кто есть перечисленного наиболее предпочтительно делать, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем? Установить антивирусное ПО на всех компьютерных компаний. Хорошо, давайте установим антивирусное ПО. Как оно нас защитит от ДОС-атак? Непонятно. Второй вариант ответа. Выявить уязвимости, которые привели к реализации угрозы, а также, которые способны привести к реализации подобных угроз. Принять меры по их устранению. Выглядит как довольно-таки полный ответ, но давайте посмотрим все остальные, и если они неверные, тогда второй вариант верный. Вариант 3. Закрыть все внешние сетевые доступы компании. Ну, хорошо, у нас будет некоторый вакуум сетевой. А если у нас как раз-таки вирус на флешке принес свой же человек, допустим, сотрудник компании, мы никак не можем защититься от внутренних угроз. Потому вот этот вариант неверный. Четвертый вариант ответа. Обеспечить минимизацию ущерба в случае реализации угроз, поскольку гарантировать защиту от угроз невозможно. Обеспечить минимизацию ущерба. Ну, как бы верно, что мы не можем гарантировать защиту от всех угроз, однако от многих угроз все-таки возможно защититься. А значит, все-таки нужно какой-то план, либо политика безопасности, и уже потом, и точнее в которую будет включаться минимизация ущерба. То есть этот вариант не полный, он тоже не подходит. А значит, методным исключения понимаем, что правильный ответ 2. Так, следующее задание. Задание 11. Это задание было про решетки и про шифрование с помощью решеток кардана. Давайте заметим, что для данной решетки используется четное количество блоков, на которые мы разделили слово, потому все нечетные варианты ответа не подходят. Потому правильными ответами являются 4, 10 и 12. Дальше. Задание 12 и 13. Давайте посмотрим внимательнее. В 12 правильный ответ вариант В. И здесь красными квадратиками обозначены те клетки, которые при поворотах 90 градусов будут совпадать. И потому в данной решетке кардана должны быть выклады все те клетки, которые при поворотах не совпадают друг с другом на позициях, и только тогда можно расшифровать послание. В 13-м заметим, что всего у нас букв 36 в данном слове, в таком большом-большом. И нам нужно проверить, может ли в нем быть слово «целостность». Давайте хорошо разделим данный текст на 4 части, попробуем записать это в решетку кардана и покрутить. Однако можно сделать это еще проще. Давайте просто разделим на 4 равные части по, получается, 9 букв. И давайте просто попробуем сейчас пробежаться глазами слева направо, так, чтобы найти буквы в условии «целостность». Например, буква «цел» находится последняя. Значит, дальше мы переходим на начало. Начинаем с мягкого знака и идем дальше. «Е» есть? Есть. Это вторая буква. Дальше буква «Л» — это пятая буква. Буква «О» находится примерно в середине. И так идем дальше, 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 пока не доходим до мягкого знака, который как раз-таки в начале первого блока. Потому слово «целостность» может быть, и мы его вполне даже смогли найти. Потому ответ «да». Далее. Задание 14. Это задание про сети, про IP-адреса. Давайте вспомним, что же там было. Известно, что фирма имеет такой-то адрес и с такой-то маской. Соответственно, вспомним, что маски можно представлять в двоичном виде. Потому что 255 — это все 8 единиц. Значит, у нас маска, как можно представить, 8 единиц, 8 единиц. 248 — это у нас 5 единиц и 3 нуля. 0 — это 8 нулей. Итого у нас получается в маске 11 нулей. А значит, пол адресов состоит из 2 в степени 11 — это 2048 адресов. Далее. Данную сеть мы разбиваем на подсети, так, чтобы в них не содержалось не более 200 и не менее 100 адресов. То есть 128 адресов. Это единственное число, которое является степенью двойки и одновременно входит в данный интервал. Данные сети нумеруем с единицей, это очевидно. И потом каждую из сетей, то есть всего сетей 16, откуда получилось 16, у нас всего адресов 2048. Мы поделили их на сети так, чтобы каждый по 128 адресов. 2048 делить на 128 равно 16. Значит, у нас сетей 16. Далее, каждая сеть с четным номером использовали для нужд фирмы, а другие сети использовали для криптофинансовых махинаций. Давайте перефразируем. То есть мы взяли каждую сеть из 16, поделили их пополам. Половину, четные номера, которые, это мы используем легально для нужд фирмы. То есть 8 сетей мы оставили для фирмы, а оставшиеся 8 мы используем в своих целях. То есть у нас осталось А равно 8 сетей, где в каждой сети по 128 адресов. Далее, в сети А мы берем, опять же, сети с четным номером, то есть их всего будет 4, разбиваем их на 4 подсети. То есть мы умножаем количество сетей, 4 на 4 — 16. b равно 16. Однако количество адресов в этих сетях до разбиения и после, оно не изменилось. А значит, 4 умножить на 128 должно быть равно 16 умножить на какое-то количество, новое количество адресов. Решая это уравнение, получаем, что количество адресов равно 32. Далее. Это мы разделили только половину сети А, а у нас еще по условию есть вторая половина сетей А. Они были разбиты на подсети, в которых содержалось не менее 24 и не более 40 адресов. И какое совпадение? Это тоже 32 адреса. Потому что единственное число, которое лежит в данном интервале и является степенью двойки, это 32. А значит, b и c равны и содержат ровно по 32 адреса. Смотрим разбиение дальше. Сети c разбиваем на 4 равные части, то есть d становится равно 64. Аналогичное решение имеет уравнение 16 умножить на 32 равно 64 умножить на что-то. И это что-то, это новое количество адресов в сети d, в каждой из сетей d, получается ответ 8. То есть у нас в каждой сети d из 64 содержится ровно по 8 адресов. Это мы разбили только сети c. А еще мы должны разбить сети b. И эти сети мы разбиваем на такие подсети, чтобы у них содержалось не менее 6 и не более 10. Опять же, в этот интервал каким-то магическим образом входит только число 8. Оно должно, напомню, являться степенью двойки. А потому e у нас равно d, равно 64 и содержит по 8 адресов. Итого, у нас есть сеть e, в которой 64 подсети по 8 адресов. В каждой сети e мы запустили по 2 компьютера. То есть в каждой из 64 сетей e мы запустили по 2 компьютера. Всего компьютеров, значит, мы запустили 128. Простая математика. В каждой сети d мы также использовали ровно по 2 компьютера. В сети d тоже содержится 64 подсети, а значит, в каждой из 64 сетей d мы запустили ровно по 2 компьютера. 2 умножить на 64 тоже 128. Итого, ответ 256, потому что мы складываем количество компьютеров, которые мы запустили в сети e, с количеством компьютеров, которые мы запустили в сети d. Идем дальше. В пятнадцатом определяем, какой у нас ущерб, внимание, в тысячах рублей. В ответе важно было не забыть поменять всю сумму и вписать ее не просто в количестве рублей, а именно в тысячах рублей. Давайте вспомним из предыдущего 14 задания, что мы посчитали количество компьютеров. Оно равно 256. На каждый компьютер мы потратили 75 тысяч рублей. Значит, всего мы потратили на компьютеры 19 миллионов 200 тысяч рублей. Далее. Для каждой по сети d и нам потребовался один маршрутизатор с определенной стоимостью. Значит, для каждой из 128 сетей нам нужно было купить по такому крутому роутеру. И все это вместе заняло 12 миллионов 864 тысячи рублей. Ущерб — это нужно сложить траты на компьютер и траты на роутеры. Итого получится 32 миллиона 64 тысячи рублей. Но, внимание, в ответе нужно было вписать ответ в тысячах рублей, потому ответом является 32 тысячи 64. Задание 16. Известно, что Кеша любит тройки еще со школы, а потому каждый раз при делении из подсетей он заходил в третью подсеть. Это все, что нам важно в этом условии. Давайте еще раз вспомним. Наша фирма имеет сеть с IP-адресом 54.123.192.0 с маской 255.255.248.0, то есть всего 2048 адресов. И мы разбиваем, первым разбиением, мы разбиваем данную сеть на подсети по 128 адресов. Так давайте разобьем. Сначала у нас в первой подсети содержатся IP-адрес фирмы и еще 127 адресов. Итого 128 адресов — это первая сеть, а значит их пул составляет 54.123.192.0 до 54.123.192.127. Аналогично подсчитаем вторую сеть, на которую мы поделили. Она будет содержать в себе адреса от 54.123.192.128 до 54.123.192.255. Вспомним, если бы у нас маска была 255.255.255.0, надо бы закончить адреса свободные. Но у нас маска оканчивается на 248.0, потому есть свободные биты, которые могут также влиять на число IP-адреса. Соответственно, у нас число 192 может расти, а следующий пул адресов начнется уже с 54.123.193.0. И закончится 54.123.193.127. Это, внимание, третья подсеть, а Кеша выбирал именно третью подсеть. То есть его ответ, независимо от дальнейшего разбиения, должен содержаться в этом пуле адресов. Давайте обратим внимание, что единственный вариант ответа, который содержит в себе число 193, выделен на экране и подчеркнут, потому он является верным. 17-е задание. Для того, чтобы доказательства этого криптомайнинга были весомыми, оперативникам нужно перехватывать трафик в течение суток, определить объем данных, которые необходимо будет сохранить в мегабайтах, и ответом, соответственно, округлить до целого большей стороны. Хорошо, давайте посмотрим. Из 14-го задания, из посчитанных ранее умозаключений, мы поняли, что количество зараженных компьютеров равно 256. Скорость передачи данных 100 килобит в секунду. А скорость передачи данных — это такой параметр, который считается следующим образом. 1 килобит в секунду — это будет 1000 бит в секунду, а в то время как для передачи объема информации у нас используется двоичная степень двойки, то есть 1024 бит. То есть 1 килобайт будет равен 1024 битам. Соответственно, давайте составим формулу для вычисления объема данных. Скорость маленькая v равна 100 килобит в секунду по условию, а значит 100 тысяч бит в секунду. Время передачи данных нам просто нужно перевести сутки, одни сутки в секунду. Это будет 86400 секунд. А значит весь объем в битах будет равен количеству компьютеров умножить на скорость умножить на время. И это будет равно вот такому большому замечательному числу бит. И остался последний шаг — это перевести биты в мегабайты. Сначала мы должны поделить на 2 в степени 3, потому что мы из битов переводим в байты, а потом 2 в степени 20, потому что мы переводим в мега, приставка мега. Итого мы получаем ответ 263672 мегабайта с округлением. Это является верным ответом. Давайте следующее, последнее задание, у которого возникло очень много вопросов. Существует вероятность, что Кеша нутром чует, когда его раскрыли, потому ему необходимо было как бы скрыть доказательства, а чтобы доказать наоборот Кеша на вину, нужны какие-то доказательства. И есть в этих доказательствах минимальное количество данных. Это 322 мегабайта. Нам нужно определить, сколько секунд потребуется для сбора нужного объема данных, и там ответ соответственно округлить в большую сторону до целого. Хорошо, у нас обратная задача, задача 17. Нам известен объем, неизвестно время. В прошлой задаче было, наоборот, известно время, неизвестен объем. Давайте ее решим аналогично. У нас есть объем 322 мегабайта. Это переведем в биты, получаем вот такое большое число в бит. Далее у нас есть скорость, которую можно взять из условия 100 кбит в секунду. При этом эту скорость нам еще надо домножить на количество компьютеров, потому что мы не с одного компьютера собираем данные, а со всех, которые участвовали в криптомайнинге. То есть во всех 256. Потому можно посчитать скорость с таким коэффициентом, и это будет 25 600 000 бит в секунду. Время. Объем делить. Это формула объем делить на скорость. Потому мы просто делим вот это количество бит на скорость в битах в секунду, и получаем ответ 105,5 секунд. При округлении вверх это будет 106 секунд. Округляем большую сторону. Потому ответ 106 секунд. Спасибо за внимание. . КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...